Продолжение следует... 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 Английский капитан Джон Морсби в 1873 году обозначил на карте бухту и назвал поселение в честь своего отца Но до того, как он ступил на эту землю, местность уже была освоена племенем Моту Его потомки до сих пор живут в деревнях на побережье и остаются верны традициям Мужчины веками рыбачили, а улов обменивали или продавали Правда, сейчас жемчужные раковины уже не используют в качестве денег Одна из здешних общин — община Коки Их дома стоят на сваях прямо в воде Нехитрые постройки с соломенными крышами и простая обстановка Деревня малопосещаемая, практически закрытая для внешнего мира Но команду экспедиции местные жители встретили дружелюбно Узнав, кто ее возглавляет и с какой целью она прибыла Из порт Морсби участники экспедиции самолетом добрались до города Маданг столицы одноименной провинции Откуда на яхте отправились по заливу Астролябия к берегу, названному именем Меклуха Маклая Берег Маклая — это участок северо-восточного побережья Новой Гвинеи Его протяженность — около 300 километров Эту территорию в конце 19 века и исследовал Николай Николаевич Меклуха Маклай Русского ученого там помнят до сих пор И в 2017 году его потомка встречали как часть семьи, часть клана Деревня Гаренду Ее не раз описывал в своих дневниках Меклуха Маклай Здесь жил его друг и проводник Туй Рядом с деревней было построено и первое жилище ученого этнографа Время с тех пор здесь словно остановилось И все постройки очень напоминают те, что были столетия назад Один из потомков Туя, Банем Гасом Туй, показывает хижину своей семьи В этом доме четыре комнаты Это дом моего старшего брата Тоби Гасом Туя Крыша дома сделана из деревьев Буамбагри Листьев деревьев Саго На языке Гаренду мы их называем Буамбагри Участники второй экспедиции на этот раз вновь разместились в Гаренду В самой обычной хижине, которую предоставили местные жители Вот это москитная сетка, матрас и спальник Полностью комфортные условия Ну и здесь, конечно, футболка России Без этого нельзя Чтобы знали Здесь у нас место до второго человека Два человека у нас помещаются в одну комнату Рыкзаки Небольшой развал К сожалению, мы не научились так аккуратно еще жить, как наши друзья Потому что у них в хижинах, конечно, все идеально чисто Ну вот, идем мы сейчас прогуляться по нашей небольшой деревне Почему небольшой? Потому что сама по всей деревне Гаренду Она достаточно большая Но растянута вдоль побережья И мы остановились именно в той части, которую назвали деревней Маклая Именно здесь живет глава клана Асель Туй Доброе утро, Асель Доброе утро Аселю Тую с его слов 76 лет Почтенный возраст Непререкаемый авторитет Он является главой рода Туя Первого местного жителя, который встретил Миклуха Маклая полтора столетия назад Асель Туй принадлежит к пятому поколению и является хранителем историй и легенд о своем клане и о русском путешественнике Любой может передавать истории Например, я могу рассказать их своим детям, племянникам Мой брат может рассказать их своим детям Таким образом мы передаем истории из поколения в поколение Залив Астролябия Именно то место, куда вошел корвет Витязь в 1871 году И российские моряки, русские моряки привезли Николая Николаевича Миклуха Маклая В те земли, которые были никому не ведомы Вот эта береговая линия идет И в ту сторону можем увидеть деревню Бонгу Именно там было второе место пребывания Николая Николаевича Миклуха Маклая Ну а на месте первой стоянки ученого На мысе Гарагаси в память о Николае Николаевиче Миклуха Маклае Установлен мемориал Здесь у нас есть две доски Одна новая, которая была установлена в 2014 году И вторая, та, которая в 1970 году была установлена на бетонной плите В память высадки на этот берег в 1871 году Скорвета Витязь русского ученого Н.Н. Миклуха Маклая От моряков и ученых Витязя декабрь 1970 года Асиль Туй ухаживает за мемориалом, сохраняя память о Миклуха Маклае Его именем он назвал не только небольшую деревню, которую основал на окраине Гаренду Рядом с местом, где когда-то стояла хижина русского ученого По инициативе Асиля была построена и школа имени Маклая Николай Николаевич Миклуха Маклая всегда приезжал к папуасам с подарками Вез им семена растений, ткани, соль, коз и даже бычка, который перепугал местных жителей Они никогда не видели таких животных А еще одним из самых ценных подарков здесь считается свинья Символ богатства и благополучия Сегодня у нас будет торжество, мы будем есть свинью Это бывает не каждый день, только во время Крисмаса или во время процесса инициации Посвящения мальчикам-мужчинам Но сегодня, по случаю приезда нашей экспедиции, вся деревня собралась и готовила свинью Которую мы привезли, поэтому сегодня будет большой праздник, мы все это дело увидим Подготовкой к большому празднику занята вся деревня У каждого свои обязанности Одни чистят и моют овощи, другие заняты разделкой мяса Большие порции кусков свинины Рис, батат, ямс, таро и бананы Все ароматное и очень вкусное Так здесь угощают самых дорогих гостей Особенно рад возвращению Миклуха Маклая брат Аселя Туя Ябой Туй, один из старейшин рода Для него младший Маклай не только большой человек Тамо Боро, прежде всего он друг И его новый приезд в Гаренду, конечно, праздник Это для меня родные люди, они встречали меня как дорогого человека Кто-то уже подрос, кто-то, к сожалению, ушел из жизни Но это уже как семья От Гаренду до Бонгу идти пешком буквально полчаса по побережью залива Астролябия И проводя свои исследования В 19 веке ученый и этнограф не раз ходил этой дорогой Ну вот в деревне Бонгу Во второй раз Маклай построил хижину себе здесь Это было более удачное место и менее влажное Здесь достаточно долго прожил Музыкой и танцами участников экспедиции Встречали и на территории местной бонгуанской школы Это самое старое учебное заведение на побережье залива Школу построили еще в 30-х годах 20 века Меня зовут Арнольд Гуас Я являюсь главой начальной школы Бонгу Для меня это большая честь, что вы навестили нас Посмотреть, что из себя представляет наша школа Занятия проходят пять дней в неделю Уроки начинаются в 8 утра и заканчиваются после обеда Родители платят взнос только на содержание школы и на ремонт Арнольд Гуас показал учебники, по которым школьники изучают родной язык Язык, который еще в 19 веке так заинтересовал Миклуха Маклая Кроме специалиста-этнолога в составе экспедиции работал лингвист Ольга Темпл Преподаватель университета Папуа-Новой Гвинеи В ее задачи входило узнать, как лексикон Бонгу отражает новые реалии современной жизни Оценить уровень грамотности местного населения и степень использования родного языка в начальном образовании Мне очень интересно узнать, как изменился язык в течение этих столетий Сравнить язык, который используют слова, которые используют люди сегодня С теми, которые записал Миклуха Маклай в 19 веке На языке Бонгу жители берега Маклая обычно говорят между собой В школах, колледжах и вузах преподают на английском Это основной язык образования в островном государстве, в котором существует почти 800 языков Многие здесь знают Токписин, объединяющий язык народов Папуа-Новой Гвинеи Однако языком образования считается английский, поэтому все больше и больше его здесь начинают учить с самого детства Привет, Россия! Жители Гумбу, еще одной деревни на берегу Маклая, демонстрировали гостям свои традиционные песни и танцы Участники экспедиции получили возможность нанести несколько ударов по сигнальному гонгу — баруму Маклай-младший — это копья, с которыми мы охотимся Руководитель экспедиции Николай Миклуха Маклай, а также ученые получили возможность поучаствовать в настоящей охоте Папуа-Новой Гвинеи Папуа-Новой Гвинеи охотились на детских свиней, так как свиное мясо считается для них самым лакомым Если в прошлые времена на свине охотились вся община и охота была загонной, то в настоящее время на свине охотится несколько мужчин в каждой деревне Охотятся при помощи копий Копии могут быть как ценно-металлическими, так и теми, у которых бамбуковое древко и металлические наконечники В процессе утреннего путешествия участники экспедиции дважды переходили реку, углублялись в первобытный лес и любовались пейзажами с вершины холма Но диких свиней в этот день так и не обнаружили Скорее всего, из-за того, что вышли на охоту гораздо позже обычно Среди папуасов всегда были как умелые охотники, так и удачливые рыбаки Рыболовство до сих пор остается одним из основных промыслов Особенно в деревне Гумбу, расположенной по соседству с деревней Маклая и Гаренду Жители используют традиционные лодки-долбленки с балансиром, придающим каное дополнительную устойчивость Николаю повезло, он пошел на рыбалку с лучшим рыболовом из деревни Гумбу Но сначала стоит поймать наживку прямо с берега, гарпуно Таким образом, охотиться на рыбу сложнее Это закладывается еще в детстве Если ты хорош в ловле рыбы, то ты и будешь рыбаком Если в охоте, охотником Мне нравится работать в огороде Я не хожу на рыбалку Поэтому мы с моей женой просим других помочь нам с рыбой Асиль Туй – отличный огородник Работает на поле всей семьей На берегу Маклая все живут натуральным хозяйством Жители активно занимаются земледелием Выращивают ямс, таро, кокосовую пальму, бананы, батат Примерно 400 лет назад на Новую Гвинею попал батат И в Нагорьях это привело к огромному демографическому взрыву Так называемой бататовой революции Показательное того, что один коррепод может полностью изменить структуру общества И популяционную динамику На Новой Гвинеи очень любят сахарный тростник Лакомство, которое можно получить в любой момент И еще какао Мы сейчас на дне дождевого ручья Ну, слава богу, без дождя, без воды Здесь расположилось дерево какао-бобов Их достаточно много Вот здесь они все полностью видны А один из них я нашел абсолютно спелый Обязательно попробуем Рики, please help me Своеобразный вкус Вроде бы спелый, но По-моему, сыроен немножко хуже, чем приготовленный Эти какао-бобы, они белые Мы собираем их в ящик А потом, примерно через неделю, раскладываем их на солнце Чтобы они сушились Затем разводим огонь Чтобы они окончательно высушились Так они становятся коричневыми И отвозим их, чтобы из них сделали масло Или шоколад Местные жители хорошо знают Как сделать какао по-настоящему вкусным Просто наслаждение Совсем другое дело Солнце превращает его вообще в правосходный продукт Шикарно В процессе полевых работ члены экспедиции посетили и другие селения коренных жителей на побережье И в том числе деревню Билбилл, расположенную напротив небольшого одноименного острова Сейчас здесь проживает около трех тысяч человек Билбиллцы издавна славились как талантливые гончары Их горшки всегда были популярны в большинстве районов побережья залива Астролябия Удивительно, но в Билбилл все создают исключительно вручную Без использования гончарного круга И это, конечно, особое искусство Вот это мой первый горшок Я его, наверное, повезу в Россию Если, конечно, у меня здесь его не купят Потому что, в принципе, это уникальный горшок Потому что мужчины не занимаются подобным делом Жители Билбилл с воодушевлением встретили экспедицию Маклая-младшего Пригласив гостей посетить тот самый остров Где сохранилось место хижины русского ученого с живописным видом на море Бисмарка В общей сложности Маклай прожил здесь два с половиной года А по соседству с ним проживало около двухсот аборигенов Сейчас на острове никто не живет Но здесь регулярно проводится важный обряд посвящения мальчиков в мужчины Удивительно, традиция, инициация, она сохраняется до сих пор Ничто не смогло это изменить Ни миссионеры, ни цивилизация, ни какие-то другие вещи Вот как Миклуха Маклая 150 лет назад нам открыл этот удивительный мир Так сейчас мы можем видеть, что традиции местное население сохраняет До сих пор Вторая исследовательская экспедиция подтвердила На берегу Маклая до сих пор неизменными остаются многие элементы традиционной культуры Но в самобытном жизненном укладе новогвинейцев есть инновации Солнечная панель необходима и важная часть жизни деревни Потому что именно вот таким образом получается Можно зарядить телефоны И вообще поскольку это необходимая часть Электричества нету Через солнце мы получаем все необходимое Ученым повезло Почти весь период исследований в Папуа-Новой Гвинеи было солнечно Но за два дня до отъезда, как раз к моменту начала сухого сезона, пошел проливной дождь Возникли даже опасения, что лодки не удастся отчалить в Маданг И все же момент отъезда настал С ценными сведениями в области фольклора, этнологии, лингвистики И новыми предметами материальной культуры для пополнения коллекции Ученые возвращаются в Россию Берег Маклая, куда до последних дней своей жизни стремился русский ученый Миклуха Маклай Чудесным образом остается прежним, сохраняя память о России Наше возвращение – это возвращение в глобальном смысле Образ Маклая, который был у них только в мыслях, сейчас обрел реальные черты А для них теперь есть современник, который вместе с ними изучает этот мир Они знают, что он не легенда, он реальный С теми же принципами А мне, соответственно, пришлось снести тот груз ответственности Показывая те же самые важные принципы, которыми научил когда-то Миклуха Маклай По книгам, по дневникам И они очень ждут встречи с русскими друзьями Ну и мы, конечно, ждем Я очень хочу вернуться Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова